Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Вика и я очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодняшнее видео будет посвящено новинкам декоративной косметики, да, именно новинкам на рынке. Некоторые бренды запустили новые запуски и я, конечно же, себе купила по парочке продуктов для того, чтобы потестировать и, конечно же, о них вам рассказать. В сегодняшнем видео речь пойдет о таких брендах, как Artvisage, Mixed, да, они запустили свою линейку декоративной косметики и пара продуктов от Catrice. И если вам интересны эти бренды, то оставайтесь со мной. Начать я хочу с бренда Artvisage. Не так давно у них вышел новый тон и новая пудра. Я, конечно, взяла одно и второе. Итак, начнем с тонального средства. Новая тональная основа появилась. Называется она жидкий тональный крем с сатиновым финишем. И, судя по упаковочке, как я изначально подумала, что это что-то такое легкое, вуальное, на каждый день, еще, думаю, с сатиновым финишем нужно брать. Давайте обо всем по порядку. Первый момент, очень важный, который я хочу обязательно обозначить, это то, что мне не удалось его полноценно потестировать. Все связано с тем, что я промазала с оттенком. Я себе выбрала оттенок 402, это не самый светлый, но он мне оказался максимально белым. Таким, какой я не бываю никогда, даже когда у меня падает давление, я нахожусь в предобручном состоянии. То есть он настолько белый, что даже каким-то образом скорректировать его с помощью бронзера, либо пудры, мне не удалось. То есть я выглядела как клоун, как мим, ну то есть лицо у меня было белым. Соответственно, ходить с таким лицом на улицу или куда-то не представлялось никакой возможности. В итоге все мое тестирование свелось к рамкам квартиры, в которой я его, собственно, носила для того, чтобы хоть как-то понять. Поэтому, возможно, отзыв не слишком будет полезным, потому что все-таки нужно тестировать, ну где-то там за пределами в разных погодных условиях, в разных ситуациях и прочее. Но в любом случае все, что прочувствовала, вам расскажу. По поводу оттенка сказала, очень светлый, но с объективности ради хочу сказать, что большинству девчонок с очень светлой кожей, белоснежком, он должен подойти. Возможно, еще больше им подойдет 401, потому что он еще светлее. Потому что вот он максимально похож на подтон наших девочек. Он не слишком розовый, он не слишком желтый, он прям вот стандартно бежевый такой, нейтральный. И, скорее всего, с белоснежками он максимально ровно будет сливаться с естественным оттенком кожи. Здесь, конечно, огромное спасибо. Что касается текстуры. Когда я увидела эту банку, повторюсь, я подумала, что это что-то такое жиденькое. Но на деле это довольно густой тон, которому больше, наверное, подойдет упаковка туба, но на крайний случай помпа. Здесь эта пипетка, она служит, наверное, больше лопаточкой. Крайне сложно набирать эту густую массу из банки и потом с помощью пипетки наносить. Но, по крайней мере, у меня это удается, мне это удается с трудом. Что касается распределения. Тон довольно тугой. В своем составе, вот по ощущениям, я в состав не вчитывалась, но по ощущениям, в нем нет никаких таких скользящих компонентов, типа масел, либо же силиконов. И распределяется он довольно сложно. Вот прям кистью я наношу тон, и он максимально растягивает кожу. Я, конечно же, кусочек видео вставлю, как я его наношу, чтобы вы примерно понимали, какая текстура, какой финиш и как вообще распределяется. Мне туго, мне слишком неудобно. Очень большое количество расходуется. Вроде как наносишь его на сводч, он такой пигментированный, а когда ты это все дело переносишь на лицо, он как будто бы впитывается. У него в комплекте был спонж. Конечно, это просто шутка какая-то, хотел бы мне спросить у производителя. Но это ужаснейшая вещь. Я не знаю, он, когда я его пыталась первый раз намочить, он еще хоть как-то пришел в форму яичка. Когда я его второй раз пыталась постирать и увлажнить, он полностью деформировался и какой-то такой кривой нить. Мне такие спонжи не нравятся, я не понимаю, для чего вообще их класть, когда ими пользоваться нормально невозможно. Если говорить про другие спонжи, которые мне привычны, наносить этот тон тоже, я считаю, абсолютно экономически невыгодно, ибо большая часть впитывается именно в спонж, а не остается на лице. Что касается покрытия, покрытие у него легкое, общий тон выравнивает, да, но какие-то явные несовершенства не перекрывает. То есть, на мой взгляд, идеален для такого ежедневного тона на какую-то ровную кожу без явных недостатков. Однозначно, мне кажется, будет лучше выглядеть на сухой, либо на нормальной коже, потому что на моей жирной он ощущается на лице, его нужно обязательно закреплять. Если не закрепить, мало того, что он как бы не фиксируется, если где-то что-то прикоснулись, он моментально оттуда исчезает, и плюс у меня дискомфорт какой-то, знаете, я не могу сказать, что это липкость, мне хочется умыться. Вот бывает, что кремом руки намажешь, и они вроде как бы мягкие, увлажненные, но как будто бы грязные, и хочется помыть. Вот с лицом у меня было ровно то же самое, если я его ничем не закрепляла. Также мне почему-то кажется, что в чистом виде он подчеркивает рельеф. Именно рельеф. Он не подчеркивает морщины, он не забивается в поры, но вот этот вот микрорельеф, какие-то бугорочки, впадинки, может быть, за счет финиша такого сияющего, но я это вижу. И мне это некрасиво, мало того, что мне тон не подходит оттенок, плюс я это вижу, и фу-фу-фу, я вот сразу воспылала нелюбовью к нему. Но опять-таки стараюсь быть объективной. Если его закрепить, выглядит в принципе нормально, в принципе неплохо, жить можно с таким вот, ну, обычный естественный финиш. По стойкости тоже, опять-таки, не для жирной и не для комбинированной кожи. С носа он у меня где-то через час пропал, а к вечеру полностью пропал с лица. Он впитывается, именно впитывается, не размазывается, кусками не слезает, ничего не окисляется нигде. Он просто вот равномерно впитывается, как крем. Поэтому вот такие вот у меня ощущения от данного тона. Я им, конечно, продолжаю пользоваться, потому что он мне подошел, как и джастер, максимально круто. Повторюсь, из-за того, что у него очень удачный такой серовато-бежевый потон, он у меня замечательно разбавляет все тональные основы. Я его добью, новый покупать не буду, даже в более темном оттенке, потому что мне не понравилось вот это вот нанесение его. Нанесение мне не понравилось, не понравилось плотность покрытия, все-таки я поплотнее люблю. И что еще мне не понравилось? И стойкость его, конечно же, мне тоже не понравилась. Если у вас сухая кожа, если у вас кожа без каких-то явных несовершенств, то обратите внимание, потому что отлично, мне кажется, подойдет для нее. Плюс, ну, объективно, с оттенками тоже для наших девчонок, для белоснежек тоже есть где разгуляться. В общем, вот такие вот какие-то кривые впечатления у меня от данного тона, но, надеюсь, возможно, для кого-то они оказались полезными. Друзья мои, следующий продукт, и это пудра. Пудра вышла, называется она Velvet Mineral, матирующая запеченная пудра. Я себе выбрала в оттенке 1, и хочу сказать, что вот этот оттенок 1 мне на загар сейчас очень даже подходит. То есть оттенок все равно присутствует, и вот как раз-таки белоснежки, мне кажется, будут ее замечать. Да, так вот странненько. И после того, знаете, когда я потестировала тон, я на особых надежд на эту пудру не возлагала. Но, ребятки, в связи с тем, что эмоции меня захватывают, это офигенская пудра. Офигенская, это можно слово говорить? В общем, очень крутая матирующая пудра. Я осталась от нее в полнейшем восторге. Она сама по себе кажется, что вот она прям есть, да? Но на лице ее абсолютно не видно. Она то ли максимально подходит мне по оттенку, то ли моя кожа с ней максимально подружилась. Но для меня это матирующие салфетки в формате пудры. Я наношу похлопывающими движениями на Т-зону, и я ее не вижу. Она не то, что по цвету незаметна у меня, она незаметна не по текстуре, то есть она никаким образом не меняет текстуру тонального средства, только делает кожу матовой. Но матовый красивый. Это не слоеный пирог, не запудренность, не плоское лицо становится, знаете, как такое безжизненное. Правильно матовый. Излишний блеск убирает, но живость лицу все равно оставляет. Она работает вот как матирующие салфетки, когда вы промакиваете. Точно так же работает эта пудра. И я ею сейчас пользуюсь активно. Она действительно стойкая, с ней мое лицо... У нас сейчас жара такая сентябрьская. И с ней у меня лицо не жирнится довольно долго. То есть я могу поправить свой макияж, ну может быть, за весь день, ну раза два. Но и то, если я не поправляю, там критичного ничего такого нет. Поэтому пудру я могу от души вам порекомендовать. Это, пожалуй, одна из лучших пудр, которые я пробовала матирующую в последнее время. Но единственный минус. Вот сразу хочу сказать, для сухой кожи она не подойдет. Вот точно, потому что я матирующую пудру наношу на Т-зону. А на периферию я стараюсь, ну какую-нибудь такую финишную, либо закрепляющую. В общем, что-то такое полегче. Потому что там у меня более сухая кожа. Так вот, я, конечно же, попробовала данную пудру нанести на все лицо. И она подсушивает. Подсушивает именно мне, по ощущениям, более сухие участки кожи. Т-зона идеальна. Вот здесь вот я начинаю ощущать дискомфорт. Поэтому, если у вас сухая кожа, я бы вам ее не рекомендовала. Но если комбинированная, либо жирная, вот однозначно попробуйте. Из какого-то бюджетного сегмента, пожалуй, это лучшее. Вот то, что я пробовала за последнее время. Вот я, видите, ей так активно пользуюсь, что она у меня уже тут какая-то такая ямочка появилась. Так что, классный продукт. Друзья, приступаем к Миксит. У Миксит вышла линейка декоративной косметики. Я, конечно же, заказала себе пару продуктов на пробу. Это палетка теней и кремовые румяна. И перед тем, как приступить к обзору, хочу высказать свое фи относительно доставки данного бренда. Заказывала я на официальном сайте, положила в корзину, оплатила, мне выслали номер трека и пропали на две недели. Ну, нормально. Ни писем о том, что в данный момент, к примеру, у нас большая загрузка и мы не можем выслать вам товар. Ни каких-то предупреждений о том, что вы сначала оплачиваете, а потом у нас там подвозят какие-то продукты, потому что их нет в наличии. Ничего, в общем, забрали мои деньги и до тех пор, пока я сама лично пару раз их не поторопила, эта палетка и румяна до меня не доехали. То есть, ну, такая себе работа с клиентами, поэтому вот сразу у меня уже какое-то предвзятое отношение к ним было. Так, давайте начнем обзор с палеточки теней. И вот такая палетка теней, это девятка, называется она Nude Allure. И, как мне показалось на фото изначально, она относится к более теплой, потому что там такая же была, более прохладная, мне показалось. Я взяла, конечно, себе потеплее. И вот вашему вниманию представляю палетку, в которой просто сочетается моя любовь и моя ненависть. Давайте сначала про любовь поговорим. Чем она мне понравилась? Это, конечно же, качеством. Я не ожидала, что тени будут такого потрясающего качества. Безумно мягкие, шелковистые, при этом абсолютно нерыхлые, матовые. Они прям набираются что на палец, что на кисть одним взглядом. Точно так же шикарно переносятся на века, но как они тушуются между собой, красивые, приятные и по текстуре, и по тактильности матовые оттенки. Что касается сияшек, их тут целых три. Конечно, по оттеночкам такие скучноватые, но по качеству такие же бомбезные. Они такие немножечко мысленистые, но при этом нерыхлые. Хорошо тянутся, гладкие, не жуют века. Когда наслаиваешь, становятся ярче, но при этом грузность макияжа не увеличивается. То есть к качеству теней у меня никаких претензий нет. Они стойкие, на каждый день просто шикарные. Качество палетки мне безумно понравилось. А теперь о минусах, которые я для себя отметила. Опять-таки, ребят, это я для себя отметила. Возможно, вы для себя их за минусы не посчитаете. Минус – это сочетаемость оттенков в рамках палетки. Вот здесь девять оттенков, и они для меня, как выяснилось, делятся исключительно на холодные и на теплые. В связи с тем, что холодные оттенки мне из этой палетки не подходят по своей темноте. Ну, то есть это не мои оттенки. Я их не могу носить. Я сразу становлюсь лет на 20 старше. А в сочетании с теплыми, если их добавлять там в тушевку, либо же в рамках одного макияжа использовать, они добавляют грязи. Со мной первый раз такое. Обычно, если мне дается палетка, то все оттенки, ну, в ранней степени, смешиваются друг с другом, либо друг друга дополняют, либо нейтрализуют, либо делают более нейтральными, но никак не грязнят. Здесь же невозможно просто, ребят, если я, например, заполняю складку каким-нибудь теплым оттенком, потому что он мне реально ближе к оттенку кожи, а уголок глаза я хочу затемнить темным оттенком, у меня просто грязище, серая размазня. По-другому я никак не могу это описать. Я несколько раз порывалась сделать макияж с этой палеткой, именно комбинированной, и чтобы вам показать. Ну, мне это стыдно даже, ребятки, показывать, потому что это, ну, это ужасно. Такое впечатление, что я сделала макияж, поспала с ним три дня, не умывшись, и пришла вот к вам сюда показаться, как это есть. Мне стыдно показывать вам эту грязищу у себя на лице. Поэтому для меня палетка рабочая только с теплой, со своей стороны. Только теплыми оттенками для себя я могу пользоваться. И этих оттенков, к сожалению, здесь немного. Это вот этот вот матовый, вот этот, вот этот вот цвет. Они в сочетании теплинку дают. И, ну, наверное, вот этот вот коричневый. Тоже он такой немного бронзоватый, оливковый, симпатичный. Сегодня я сделала макияж, добавив вот этот вот светлый сатин. Мне он кажется немножко из прошлого. Выглядит мой макияж как будто бы я невеста из, там, двух тысяч десятых, мне кажется. Вот такой он, ну, старевший. Но, в общем-то, носибельный. Также покажу вам макияж, который у меня получается делать вот с этим темным оттенком. Это смойки. Потому что сам по себе он темный. Его на подвижку, если наносить и затемнять уголок вот этим черным, повторюсь, у меня появляется грязь. Соответственно, при использовании вот этого сатина затемнять каким-нибудь более светлым коричневым у меня не получается. Потому что выглядит несуразно, незатемненный внешний угол. Соответственно, с этим темным у меня получается делать только какой-то смойки. Но тоже, знаете, не могу сказать, что он прям такой шикарный и красивый у меня получается. Ну, такой среднячковый. Есть тенюшки, которые меня побольше украшают. Вот такое вот мнение у меня об этих тенях. По качеству классное. По сочетаемости оттенков между друг другом в рамках одной палетки, мне они показались какими-то непонятными. Возможно, это опять связано исключительно с каким-то моим восприятием. Но какое-то небольшое разочарование все равно присутствует. Следующие это румяшки. Румяшки такие вот кремовые, вот в такой вот квадратной коробке, которую мы с вами уже видели. Напоминают они румянат шик. Но они разные. Ну, только упаковка у них похожая. Это кремовые румяна. Покупались тоже мною вслепую, потому что не сочи ничего. Кстати, этот оттенок называется Tea Rose. Но, видите, какая-то Tea Rose слишком барбишная. Ну, какая же это чайная роза? Он даже, знаете, неоновый. Когда я его потестировала именно на руке, я подумала, боже мой, куда мне его приткнуть? Когда растушевала, в общем-то, не все так плохо оказалось. Сами по себе они пигментированные. Они не слишком жирные. Они не застывают, но при этом отлично держатся на щеках в течение всего дня. Их не нужно никаким образом закреплять. Оттенок оставлю себе, наверное, на зиму, потому что сейчас на загорелой коже он мне немного такой прохладный и какой-то более неоновый. Ничего плохого о них не могу сказать. Как кремовые румяны неплохие. Я вам в начале видео сказала, что у нас там катрис остается, но нет. Еще один продукт, который я себе приобрела. Тушь от Red. Всем известная вот эта вот True Theme Baby All The Juice Mascara в оттенке Black Blackout, по-моему, она называется. Ну, в общем, все вы знаете эту линейку туши. У них, у Red'а, они цветные были. Всем любимый оттенок Bordeaux, по-моему, пятый такой красивый, глубокий, который я тоже очень сильно люблю. И этой весной, ой, точнее, осенью он, наверное, будет популярным, потому что сейчас все бордовое очень популярно. Бордовый оттенок меня устраивал во всем. Мне нравилось, как он разделяет ресницы, как он их удлиняет, добавляет объема и, самое важное, подкручивает. С этой тушью я не увидела подкручивания. Возможно, ей нужно раскраситься. Ну, крашусь я ей уже, наверное, неделю. И вроде не слишком она жидкая. Объем есть, разделение есть, длина есть. Но они у меня как палки. Вот такая вот разница с цветными тушами. Я считаю, что вы должны были об этом знать. И остался у нас Catrice. Давайте начнем, наверное, не с новинки. Вы все, наверное, уже знаете, а я для себя его только открыла. Это карандашик для бровей. Такой вот Slim карандаш. Называется он у меня в оттенке Cool Brown 040. Все мы знаем, что на рынках этих карандашей Slim вот так вот. Они все примерно одинаковые. Разница лишь в оттенках. Вот мне крайне сложно подобрать себе подходящий к моим бровям оттенок. На данной этапе жизни у меня есть два моих любимчика. Это Medium от Chic, который я ношу летом, когда я такая более рыженькая. И 223 от Shu, который я ношу зимой. Он прям такой вот очевидно холодный. Полностью меня устраивают эти карандаши. Но на межсезонье у меня не было карандаша. То есть я их миксовала. Шик, Шик и Шу. И тут вот решила попробовать вот этот Catrice. И я прям, знаете, в яблочко попала с этим оттенком. Поэтому если вдруг вы по типажу такая же, как я, то обратите внимание на 040. Он очень тоненький. Он хорошо прорисовывает. Мне нравится. Я бы его сделала чуть посуше. Но в принципе он не жирный. И можно прорисовать и тонкие волоски, и заштриховать, и растушевать. В нем все прекрасно. Да, и самое важное, кстати, вот обратила внимание, что у меня Шик в последнее время проблемы. Всегда покупала карандаш Medium. И никогда у меня не было к нему никаких нареканий. Последний раз я заказала их карандаш. И обратила внимание, что он стал интенсивнее стираться гелем для бровей. Я сначала себе прорисовываю форму, а потом закрепляю гелем. И раньше мои гели, они его не съедали. Но в последнее время прям вот прочесываешь, и карандаша нет. Я не знаю, с чем это связано. Гели я не меняла. Поменяла только вот карандаш. Он как бы, возможно, партия какая-то. В общем, после этого я решила поискать что-то другое. И вот этот вот, он не стирается гелем. Ну, понятное дело, что если там жирно нанести, можно-то и стереться. Но в рамках, в пределах разумного он фиксируется на коже. Он стойкий, и гель ему нипочем. Поэтому обратите внимание. Последняя покупка – это бальзамчик от Catrice. Называется он Care in Color Sleep Balm. У меня в оттенке 0,50. Вот такой вот красивый бордовый цвет. Смотрите, да? Прелесть. Мне очень нравятся бальзамы вот такого оттенка. Но чаще всего они всегда синие на моих губах. И чаще всего я ими не пользуюсь. И когда я его потестировала на руке, он мне показался тоже таким прохладным, каким-то черная смородина. Я побоялась, что он будет синюшным. Но, кстати, нет. Очень даже неплохо выглядит на моих губах. По крайней мере, замерзшего человека из меня не делает. Это огромный плюс. Что касается самого бальзама. У него, видите, такая средненькая пигментация. Он приятный, нелипкий, хорошо увлажняет. Но наносится какими-то проплешинами. Ну, возможно, это из-за не слишком красивых моих губ. То есть их нужно очень хорошо отскрабировать, чтобы шелушинок никаких не было. Иначе там трещинок. Иначе во все эти шелушинки, в трещинке, пигмент вот этот вот, он как будто бы проваливается. Он неплохо увлажняет, но он абсолютно нестойкий. Там не выдерживает перекус. Его нужно постоянно обновлять. Но как модный нынче продукт для губ, почему бы и нет. По аромату эти бальзамы мне безумно напомнил. Вот от Кика вот эти вот стандартные какие-то бальзамчики. Прямо они, мне кажется, у них одна отдушка. Ну, вот в тубе Кика поинтенсивнее пахнет, а вот на губах, когда наносишь прям вот этот вот ирисочный привкус, он и от одного, и от другого имеется. Нужны ли вам эти бальзамы? Я вам отвечу так. Если у вас нет в коллекции корейских бальзамов, киковских бальзамов, клоранс сейчас у них бальзамы вышли, ну и прочее, можете себе его взять. Если у вас уже имеются бальзамы, данный экземпляр вас особо не удивит. Например, Кика мне нравится больше. Во-первых, у него больше глянец. Это, ну, как будто бы гигиенической помадкой. Так, помазали губки и пошли. Взяла, попользуюсь, но в других оттенках покупать как-то мне не очень хочется. Ребят, все. Видео мое подошло к концу. Все я вам показала, рассказала, как обычно, коряво. Если что-то не озвучила, вы задавайте комментарии. Обо всем расскажу, все уточню. Спасибо огромное, что провели это время со мной. Спасибо огромное, что подписываетесь на мои каналы, на все, в том числе на телеграм-канал. Вас становится все больше и больше. Мне так прям радостно-радостно. Увидимся с вами очень скоро. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok